Как, делюшки-ребятишки, с вами Звиноград, и сегодня... А ну, стоять! Вай, что опять? Слушай, ты мне объяснишь, что произошло в предыдущей серии? Почему? Почему ты подружился? Как у тебя получилось подружиться с Боксибу? Ах ты, че так? Да, слушай, я сам не знаю, как это получилось. Я просто выпил такой фанточки и решил поздравить его с Новым Годом. И он просто со мной подружился. Хм, ну ладно, в принципе, ладно, я тебе верю. И я смотрел, как ты играл за кадром просто в эту игру и видосе. В принципе, неплохо ты играешь. Так что, прости то, что я на тебя наговорила. Да не его страшно, Вайн, такое бывает. Слушай, у меня для тебя сегодня есть крутая идея. Дорогие, сперва я. У меня есть пару крутых для тебя подарочков в Новый Год. Ну, он же еще не скоро. Ну, как не скоро, через неделю, если эту не считать. Ну, слушай, все равно подарочки у меня кое-какие для тебя есть. Ну, давай, удиви. Идь, идь. Смотри. Хм, интересно. Ну-ка, что это у нас тут такое? Какая-то прикольная картиночка в треугольнике. И она, кстати, с подсветкой. Ну-ка, сейчас включу. Значит, вот так вот переворачиваем. И, а, вот кнопочка. Нажимаем. И, кстати, смотрите, как прикольно выглядит. Реально, это можно вот куда-нибудь вот сюда или сюда и этого снеговичка передвинуть. Поставить, и будет очень даже прикольно. Сейчас я это и сделаю. Фух. Ну, вроде бы я поставила, выглядит довольно неплохо снеговичок. Теперь елочка и вот такая прикольная штучка в треугольнике. Я не знаю просто, как ее назвать по-другому. Светяшка. Ну, слушай, это тоже еще не все. В смысле, есть еще какой-то подарок? Да, и сейчас я тебе его принесу. Подожди, секунду. Ну-ка, давай. Аккуратно. Главное не уронить. Ага, еще чуть-чуть. И готово. Посмотри, какая красотень. О, подожди-ка. Сейчас я это отодвину. Это что, букетик новогодний какой-то? А что здесь делает яблочко? Ладно. Да, это новогодний букетик. И я его сделала специально для тебя. Вау, Вайн, спасибо большое. Это так прикольно. Слушай, на самом деле, вот то, что мы с тобой иногда ссоримся и еще что-то, это вообще никак не влияет на нашу с собой дружбу. Мы с тобой самые лучшие друзья. Мы с тобой вообще родственники. Да, ребята, за такую дружбу можно поставить лайк. Кстати, напишите в комментариях. У меня для вас вопросик. У вас есть такие же вот, вот прямо настоящие лучшие друзья? Напишите в комментариях. А также напишите, как их зовут. И скиньте им обязательно это видео. Будь они погреются, так сказать, теплом доброты. Ну, кстати, да, Вайн, золотые слова. Хм, тут только куда бы вот это поставить. Хотя есть у меня одна идейка, сейчас я это гляну. Хм, мне кажется, это не то. Так, давайте попробуем переставить. Ой, что-то я задела. Ладно. А если куда-нибудь вот сюда, это мы чуть-чуть пододвинем куда-нибудь, да, вот так вот. А это сюда. Ну, получается, как-то так, в принципе, неплохо выглядит. Собственно, Вайн, у меня для тебя тоже есть небольшой сюрпризик. Какой? Короче, давай. Мы, кстати, так и не определились. Что ты хочешь на Новый год? Именно на Новый год. Вот это вот 31 декабря, ночь с 31 декабря на 1 января. Вот что ты там хочешь поучить? Хм, и вправду очень интересный вопрос. Так что я тебе предлагаю написать письмо Деду Морозу. Как тебе такая идея? Вау, реально письмо написать? Да. Оно-то идет? Конечно. Ну, тогда давай писать. Вот тебе карандашик, и давай там за кадром напиши. Я подглядывать не буду, я пока с подписчиками немножко там поразговариваю. Или просто подожду тебя. Вот я этой зимой, вот реально, ребят, понимаю, то, что Новый год, и вот это вообще зима, это на самом деле неплохой, так сказать, неплохое время года, потому что раньше, если честно, ненавидела зиму, но сейчас так прикольно, атмосфера такая. Кошка там прыгает, кстати. Вот так прикольно, на каналах там всякие белочки скачивают прикольные новогодние жирафы украшенные. Вообще, на самом деле, прикольно, реально, прям лайк, ребята. Ага, еще чуть-чуть, и я тут. Опа-на, ты уже написал письмо? Ну да. Ну, давай-ка я почитаю. Ну что ж, тут у нас карандашик, мы его откладываем в сторону, и начинаем читать. Дорогой Дедушка Мороз, не кусай меня за нос, счастья и радости желаю, и прошу тебя, Тон, морковку вкусную хочу, мешать вкусненьких конфет, друга я себе хочу, и джойстик на Плейстейшн. Лайан. Чего? Объясни-ка мне, друга я себе хочу. Ну знаешь, вот ты человек, а я Лама, да? Но мы с тобой лучшие друзья. Ну да, правильно. А можно еще одного друга Ламу? А-а-а, ну в принципе, ладно, тогда понял. Ага, давай. Ну слушай, в принципе, все правильно, только, а у тебя есть подпись? Какая подпись? Ну знаешь, когда типа, ну ты видел на документах какую-то фигню чиркают? Ну да, видел. Ну вот, это называется подпись. Ты должен придумать вот такую же фигню, начиркать ее и запомнить, и это будет твоя подпись. Ага, сейчас так. На, вот, держи. Ага, сейчас делаю. Ага, ага, все, написал. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, как у тебя подпись будет выглядеть. Так, андашка опять же в сторону. И так, ага, слушайте, прикольно, Лама такая. Ты запомнил, да, как рисуется? Ну все, тогда я откладываю, эй, подожди, конвертик. Теперь мы будем его сейчас так вот закрывать, вот этот вот. Точнее, короче, сложим аккуратненько этот листочек и засунем вот сюда в конвертик. Ну давай. Так, ну что ж, начинаем. Фух, ну что ж, я вроде бы как сложил, и сейчас мы будем это запихивать вот сюда внутрь. Так, вот сюда. И все, отлично. Теперь мы закрываем вот этот конвертик. Здесь я все прикреплю, а здесь у нас кому, куда и откуда. Значит, насколько я знаю, Дед Мороз у нас живет в Лапландии. Так что напишу, что, типа, письмо в Лапландию. Короче, письмо мы, собственно, положили, все это сейчас скрепим, и можно его класть под елочку. А ночью, когда Дед Мороз принесет подарок в Вайну, заметит письмо, и все как бы, письмо у Деда Мороза. Ну что ж, погнали. Ну что, Вайн, я положил письмо, ну и, в принципе, по времени, да, уже надо идти спать. Эх, ну ладно, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, и я пошел спать. Спокойной ночи, Андермайн. Спокойной ночи, Вайн. Я пошел. Хо-хо-хо, привет, детишки, это я, Дед Мороз. Я принес подарочки в Вайну. В этот раз они у меня там в мешочке. Опа-на, там какое-то письмо. Ну-ка, надо посмотреть. Так, это мы убираем. И что же у нас тут? Это какое-то письмо. Надо его почитать. Так, секунду. Ага, ага. Так, все. Закрываем обратно. Хм, хорошо, Вайн. Это будет сделано. Сейчас я уберу письмо обратно. И можно отправляться к следующим детишкам. Хорошо. Подарочки у него довольно простые. Но вот только с другом надо будет подумать. Хо-хо-хо, детишки. А я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья. Ну, мы еще с вами увидимся. Ладно, так, все. Поднимаю письмо по-нормальному. И я пошел. Пока, детишки.